Всем приветики! Я хотел бы вам показать то, что связывает вас с вашими соседями. С верхними, нижними, боковыми, а именно о дырках в стенах. Я сам об этом не знал, но оказывается они есть. А именно, получается, они находятся там, где лампа, вот здесь вот, и там, где розетки. И там, где розетки, тоже есть дырки, вот. И я раньше сам не знал, что там есть дырка. Дело в том, что раньше у меня здесь вот висела такая большая лампа, длинная-длинная, вот где-то вот досюда я ходил, вечно головой об нее бился. И потом ее заменили на такую вот маленькую. Сейчас я заберусь повыше. Вот она такая маленькая. Раньше она вообще была длиннющая-длиннющая, какая-то вот, наверное, такая люстра висела. Я вечно ходил ее, задевал. Может, даже и ниже еще, ну, в общем, короче, длинная. Вот такого вот плана. Вот она длиннющая такая. Ну, блин, довольно-таки огромная вот, если так вот измерять на самом-то деле. Вот, и тут раньше такая висела, и даже еще длиннее. Потом мы ее заменили на такую вот маленькую, чтобы я об нее головой не бился. Но так-то она меня не напрягала, потому что она такая, именно как люстра висит. Меня напрягало то, что я постоянно головой цеплял. Потому что она была реально на полкомнаты где-то вот висела, где-то вот досюда такая. И реально напрягала. И я не обращал внимания на нее. А потом как-то я вот лежал на кровати у себя вот. И под... У меня, получается, кровать тут идет. Вот, получается, лампа. И под ней моя кровать. Я вот лежал, смотрел. И обратил внимание еще вот на эту штуку. И такой думаю, блин, а если взглянуть на нее поподробнее. Решила, ну, посмотрите, что там за такая вот эта вот штука такая. Она, что-то я смотрел, она меня заинтересовала. Я решил глянуть. И в итоге я поднялся повыше. И снял ее. Просто снял. Вот, я взял и убрал ее. И если заглянуть внутрь, то видно, что идет бетон, и вон чужой потолок. Реально. Вот. И в итоге я ее получше отодвинул. И вот можно глянуть, что... Вон там идет бетон. Вот он. Вот он потолок наш, да. Вот он идет. Там дверь. Идет потолок. А здесь еще лампа. И вон в бетоне дырка одна. Потом тут вторая, из которой... Сейчас, мне надо перевернуться, трухи. Вторая, из которой идут провода. То есть, они друг напротив друга идут. Вон дырка. С ней ведут провода. Ну, вернее, с ней ничего не идет. А на противоположной стороне дырка, с которой идут провода. И, по идее, сразу над этой дыркой, наверное, должен быть бетон. Но его нету. Его реально нету. Вот оно. Вон слева и справа видны дырки. Только справа ничего не идет. А слева идут провода. А дальше, вон, мы видим лаги. А на лагах лежит пол ДСП. И дырка такая огромная. А вон пустота. И да, вон она. Вон пустота. И в итоге, я вот, когда раньше еще... Сейчас тоже те соседи, которые шумели, съехали. И мне это уже ни к чему. А раньше, вот, когда они шумели постоянно, я думал, что это же можно в эту дырку засунуть вибродинамик. У меня как раз он подходит под нее. Вот он, мой вибродинамик. Ну, эту штуку, естественно, снять. И как раз он по размеру был бы, идеально бы туда подходил. Я даже думал, еще меньше заказать. Потому что там есть по мощности такой же. Это 5 сантиметров. А есть 4,5. И он был бы где-то, ну, вот такой. Ну, то есть, такой же, только вот так вот меньше. И как раз бы, еще бы идеально туда подходил. Там есть вибродинамики еще меньше. Там по 3, 3 сантиметра, где-то вот так вот будет. Или вообще, да, потом, по-моему, по 4, не 4,5, а 4, еще даже 3. То есть, ну, вообще, такой будет маленький. Правда, он мощнее. Слабее будет играть, но, тем не менее. Я об этом думал, что можно же его туда засунуть. К примеру, даже можно сейчас могу сейчас даже показать, что он туда залазит. Ну, в смысле, если провода убрать вообще полностью в бок, то он туда залазит. Ну, то есть, вот он. И вот это 5,5 сантиметров. И он туда заходит. Еще даже место остается. А связать на 4,5 вообще идеально. Правда, там она немножко мешает. Там так расположено немного. И туда вон засунуть. А там, в Китае, есть точно такой же по мощности, только, ну, вот поменьше. То есть, без этого вот кантика. Как раз он будет 4. И вообще там идеально будет стоять. Я так думал, думал поменьше заказать, купить и поставить туда. Он же так думал. Потому что, ну, есть разница. Или прислонять его к дереву или к бетону. На дереве он вообще отлично играет. А на бетоне нет. И в итоге... А у меня он играл через бетон и смог достать их. А что бы было, если бы я бы присунул прямо к дереву, у них бы весь пол бы заиграл. А если бы это была бы не музыка, например, а какой-нибудь свист, писк, они бы даже не поняли, откуда он идет. Он просто вся комната бы пищала, да и все. И в каждой комнате, где есть дырка такая, всунуть вот в зале, в спальне, там, например, и врубить. И одновременно одинаковый звук. Как раз в случае, лети два динамика уходят. Один в зале всунуть, другой в спальне. И врубить в эти вот дырки. Потому что в зале тоже такая дырка есть. Просто она там прикрыта, а здесь она ничем не прикрыта. А когда делали ремонт, меняли лампу, как раз эта штука, которая там был такой кружок, закрывающий дырку, с маленькой, такой вот типа дырочкой, только побольше под провода для лампы. Он куда-то улетел, и, в общем, его забыли назад поставить. И образовалась такая дырка вот. И вот. И в итоге, слышите какой-нибудь ультразвук? И в итоге в одной комнате пищит, в другой комнате пищит, в двух комнатах пищит. Они, например, они даже не поймут. Они будут стоять, например, заходят в спальню, со спальней пищит, заходят в зал, весь зал пищит. Оно же будет слышно и из других комнат, из коридора тоже будет слышно. И будет непонятно, что вообще происходит. Кажется, вся хата будет пищать. Ну, спальня, зал и коридор точно будет пищать. А вот спасение у них будет на кухне, только они вообще ничего не поймут. Это будет реальная жесть. Правда, тут надо момент такой, что мало ли вдруг они догадаются, захотят поднять спалу, и чтобы можно было вовремя отключить и все это убрать. Ну, или еще вариант. Взять какую-нибудь рыбу протухшую и туда закинуть им, получается, идет ваш потолок, потом над ним идет пустота, вот ваш потолок, потом у них где-то там лежат такие типа палочки, лаги, и на них лежит пол. В итоге ваш потолок, их пол, потом где-то такие палочки, и на них пол. И вот между полом и вашим потолком есть пространство, и в это пространство можно засунуть динамик, либо какую-нибудь рыбу протухшую, засунул туда, а в эту дырку какую-нибудь резинку вставил, которая будет распирать полностью и не давать запаху уйти. Но с каким-нибудь типа колечком, за которым можно дернуть и быстро все это достать. То есть вы засунули, и все. И эта рыба там протухшая там так раздвоняется, в итоге у них такой там самарат будет стоять, что в итоге они обалдеют. И если вы... Но главный момент не упустить, когда они там начнут поднимать все это дело, ну если они вдруг догадаются, что подумают, мало ли, вдруг там крыса сдохла, начнут поднимать, вы быстро убираете резинку, вы убираете рыбу, и все, и обратно лампу на место ставим. Хотя на этапе так будет стоять, просто убираете лампу, быстро резинку засуете рыбу, и обратно лампу на место ставится. И все, они открывают в друге, ничего нету, а запах откуда-то идет, то я ничего не пойму. Это когда все положат обратно. Просто им сложнее. А он то что, убрал лампу, закинул туда что-нибудь, все, поставил лампу на место. Услужил какая-то движуха, опять же, я ее снял буквально, я не знаю, за 2 секунды, ну не за 2, ну пусть за 5 секунд, потому что с одной стороны поджал, оно висло, ну вернее здесь нажал, оно висло, здесь нажал, оно вообще упало. А им-то надо убрать мебель, убрать там ковры, поднять полы, и только тогда, ну то есть, слышно будет жесткая движуха, там, ну это подковернуть, а наверняка прибито все это, все эти полы прибиты, как-то отодать эти, ой, гвозди, это долго, блин, это реально долго. Вам снизу проще, чем добраться до верхних, чем сверху до нижних, да и потом. То есть нижним такую штуку можно сделать с верхним, подсунуть с ним туда что-нибудь, чтобы, например, вонять или играть там что-нибудь. А вот верхним, как они, вот даже если они поднимут полы, и что они сделают? Положат себе сюда что-то, где оно рядом будет здесь лежать, и так оно им будет там мешать, если это музыка, или там какая-нибудь вонючка. А кинуть прямо на лампу, так оно же, оно же выпадет, блин, сюда, и ты увидишь, и сразу поднимешь, и к ним скажешь, вы что, обалдели там. Ну вот. Короче, им не вариант. А вот вам снизу кверху можно, а вот нижним кверху, ну не вариант вообще. И с боковыми такая же история, то есть вот, например, у нас есть розетка. Вот у меня возле компа стоит розетка, а с той стороны у меня коридор. И вот в коридоре у меня ровно на этом же месте стоит розетка, здесь и здесь. если снять ее здесь, здесь в спальне и там в коридоре, то здесь будет дырка в стенке. То есть таким образом и с боковыми соседями у вас есть связь через розетку. То есть, вот, к примеру, у меня в зале, где у меня в зале розетка, у соседей в том же месте тоже розетка. Если я сниму свою розетку, там будет короб, в котором все эти контакты. Если их отодвинуть и вынести этот короб, там будет какая-то, я не знаю, будет ли перегородка, или, может быть, сразу будет корм соседей. То есть, но там ты тоже особо ничего не сделаешь. Что ты там делаешь, в том коробе? Ничего. Это вот с верхними, там, где вот между полом и между полом, бетоном и деревянным есть какое-то пространство. То здесь-то особо ничего и нету. Хотя, я не знаю, можно тоже им как-нибудь через этот короб замкнуть контакты, может, у них там что-то сгорит. Или убрать, типа, свои провода куда-нибудь подальше. Пойти себе выключить рубильник, да шокером туда, в их провода, чтобы у них там все загорело. Например, ну, убираешь у себя провода, снимаешь розетку, вот там эти контактики, которые в розетке. Убираешь их, высовываешь подальше. У себя вырубаешь там все из розеток, вырубаешь счетчик, ну, не счетчик, а рубильник у себя вырубаешь, который все отключает в квартире. И потом шокером в ту сторону и соседские, в соседские провода, у которых все подключено. и там у них может быть что-нибудь погореть. Такой вариант можно сделать. Вот. Такого плана. Потом все на место поставить, все включить и сказать. Ну, естественно, это делается, когда их дома нету и сказать, ничего не знаю. Вот и все. Но с верхними это реальная тема. И можно туда, туда засунуть какую-нибудь вонючку. Вон туда. Видно же, что пространство есть. Вон оно. Получается, вот он, потолок бетонный. Ихний пол. Потом деревяшка, он аналаг, на котором лежит сам пол. А между деревяшкой и самим полом и бетоном пространство. Вот бетон, он пол. И между полом и бетоном пространство. Создаемое вот этими как раз таки деревяшками, на которых он лежит. И туда можно скинуть какую-нибудь вонючку, например, рыбу протухшую. Пускай лежит. А снимается это все вообще легко. И им, чтобы до него добраться, я же говорю, мебель надо убрать. Ковры там или ламинат, что у них там, или линолеум, что там. Поднять все это прибито, отбить все это открыть. А нам что? Обратно сюда повесил, это запихнул, да и все. вот оно висит. Осталось только продать туда вторгнуть. Ну, это easy, воткнул и все. А чтобы снять, нажимаем здесь, нажимаем здесь. Ну, с этой стороны оно немножко сложнее, но здесь-то уже снято, вон оно. оно уже снято, он. Ну, и с этой стороны надавить просто сильнее. Да, блин, оно как на зло. Просто одной рукой оно неудобно, а двумя, ну, естественно, ты, так, ты, с одной стороны дашь, а так, обычно, двумя пальцами с двух сторон. Это будет быстрее. Оно и так, вот, быстро. А так, будет еще быстрее. Короче, для тех, кто еще, кто еще, как бы, воюет с верхними, это как вариант, как реальный вариант чего-нибудь замутить. Вот. Такие вот дела. Но, правда, когда услышите, там, движуху, сразу все убираете, да и все. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока-два.